Где-то проблему с очередями уже смогли решить. В Георгиевке открылся многофункциональный центр. Это уже пятый в Кенельском районе. Под одной крышей 15 ведомств. Налоговая и кадастровая палаты, пенсионный фонд, ЗАГС, куда делись многочасовые очереди. Удивлялись первые клиенты МФЦ, а с ними и Нина Ванина. На новоселье первый в дом пускают кошку. Этот рыжий пришел сам. Примета хорошая. Сотрудники признаются, МФЦ только-только открылся, а атмосфера уже как дома. Вопрос с каждым клиентом решают, как с гостем в беседе. Тет-а-тет. Татьяна много лет проработала в школе, но о смене профессии не жалеет. Подход к людям умеет найти. Нужно, чтобы в селах и деревнях работали вот такие вот отделения МФЦ. Во-первых, это упрощает работу для всех жителей. Все, вам придет смс-сообщение, вы можете пользоваться, все. Важные, но по сути все равно бумажки. Теперь за ними не нужно ехать в районный центр, бегать от одной инстанции к другой. По всем вопросам сюда, если не знаешь, подскажут и помогут. В перечне МФЦ 99 услуг. Желающие воспользоваться некоторыми из них нашлись сразу. Присутствовал на торжественном открытии МФЦ сейчас. И услышала, что можно воспользоваться такой услугой. Получить новый страховой медицинский полис. А раньше вы куда поехали? Ну, в Кениль. В Кениль, но еще не знаю куда. Еще нужно было бы выяснять, куда есть, ехать по какому адресу. И где стоять, в какой очереди. Искать нужное окно не придется. Система электронной очереди сама решит, с какой проблемой куда идти. Не разобрался сам, рядом дежурит консультант. Ваша мама первая. Кстати, здесь исторически, на этом сельском поселении, сложилась доступность именно центральной усадьбы, села Георгиевка, от ближайших сел. Люди едут сюда по разным вопросам. Здесь находится сберкасса, здесь находится почта, здесь находится центр социального обслуживания. А теперь и еще полтора десятка представительств госучреждений. От налоговой до пенсионного фонда. Разве что за загранпаспорт нам придется съездить в Самару. Таков порядок по всей области. Зато подать документы на его изготовление можно опять же в одном из этих окон. Нина Иванина, Александр Ерофеев. Новости губернии. Кенельский район.